Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня 4 сентября 2017 года, понедельник. Арена Артура Эша стадиона Флэшинг Медлз в Нью-Йорке. Хозяйка кортов Коко в Андервеге на подаче. Играет против Люсиша Фаровой, Чеки. Эйс, 15-0 в третьем гейме первого сета. Пока что счет геймов по одному. Не проходит у Коко первый мяч, вторая подача. Мягко подала Коко и Шафарова принимает на вылет по 15. Это Патрик Кэш, известный теннисист, тренер. В настоящее время тренирует Коко в Андервеге. Мощные удары в исполнении американской теннисистки. И Шафарова ошибается. 30-15. Шафарове необходимо наладить прием. И попытаться сделать брейк. Второй мяч. Ку-Коко. Двойная ошибка. По 30-ти. Не проходит у Вандервеги первый мяч. Вторая подача. И двойная ошибка. Меньше на подачу Коко. Стадион поддерживает ее. Проходит первая во второй квадрат. И справляется Шафарова ровно. Девять минут матча прошло. Первый мяч проходит. Вновь обмен мощными ударами. И пробивает по диагонали. Коко. Ошибка Шафаровой. Больше. Больше у Вандервеги в этом гейме. Не проходит первый мяч. Четко кладет по прямой вторую. И ошибка Коко со скока. Ровно. Коко родилась в Нью-Йорке. Ей 26 лет. Металу 85. Рост у девушки. И она демонстрирует очень атлетичный теннис. Не проходит первая подача. Четко. Выполняет вторую. Но судья фиксирует аут. Коко не согласна. И проверяет. Да, действительно, мяч попал. И это означает, что счет в гейме больше в пользу американской спортсменки. Проходит первый мяч. И ошибка Шафаровой с приема. 2-1. Американская спортсменка ведет в первом сете. Пока девушки отдыхают. Несколько слов. Как девушки дошли до четвертого круга. Ну, хочется отметить, что Коко в Андервеге в третьем круге встречалась с 10 номером посева Агнешкой Радваньской. Известная польская теннисистка. И в трех сетах удалось Коко в Андервеге сломить ее сопротивление. Счет 7-5, 4-6, 6-4. У Люси Шафаровой тоже была непростая сетка. Люси не была сеяна на данном турнире. И в первом круге она выходила на сеянную Аннет Конавейт из Эстонии. В трех сетах удалось Люси Шафаровой сломить ее сопротивление. Ну и дальше уже игры следующих кругов были достаточно простые. И сейчас наши режиссеры сделают переключение, потому что закончился матч Андрея Рублева против Дэвида Гофина из Бельгии. Корреспондент поздравляет Рублева. Рублев говорит, что он очень доволен, что он чувствовал, что Гофин чувствовал себя достаточно неуверенно, плохо двигаться. Но это, видно, связано с его травмой. И он понял, что нужно заставлять двигаться как можно больше по корту. Он говорит, что слева налево вы играли достаточно плоско, но Рублев говорит, что основной его удар это удар справа. И он бьет его с любой точки корта, поэтому старался использовать как можно больше. Корреспондент спрашивает, что следующим соперником будет Рафаэль Надаль. Рублев говорит, что да, иногда он смотрел матчи в исполнении Рафа, но, как правило, это финалы. Будет наслаждаться игрой. Корреспондент говорит, что Рафаэль не знает, наверное, как играет Рублев, но Рублев отвечает, что нет. У нас было пару тренировок, но геймы в исполнении Рублева не были слишком сложными для Рафаэль. Ну что ж, поздравляем Андрея Рублева, возвращаемся на арену Артура Эша на подаче Люси Шафарова. 1-2 она пока что выступает по геймам, 30-15 на ее подаче. Не проходит первая подача по прямой во второй квадрат. Четкая вторая и безупречный прием в Андервеге по прямой через коридор. Это не берущийся мяч по 30-ти. Собрано в Андервеге. Четко кладет по линии в первый квадрат Шафарова больше на ее подачу. Патрик Кэш наблюдает за своей подопечиной. Хорошее направление, но сетка. Переподача. Мощные удары. Коко и ошибка по длине. Гейм Шафаровой по 2 в первом сете. Мы видим скорость подачи Шафаровой 105 миль в час. И пока что... Субтитры сделал DimaTorzok.